Всем привет, друзья! Вы на канале Flash Games. Сезон в Fatal My Club обновился и я подготовил для вас 7 лучших составов для игры в каждом из турниров. Не забудьте подписаться на мой канал, а также поставить лайк. Ну а мы начинаем! Как видите, в турнирах я еще вообще не играл, потому что только вчера ночью он обновился. Как-то не успел. Что у нас здесь по турнирам? Как видим, в турнире X уже целых 30 очков нам нужно заработать, чтобы победить в нем. Дальше, так, 88 турнир я вообще вряд ли буду играть, потому что Димария 89 это такое, я его уже получил, но в основном все очень круто. Турнир с рейтингом 75. Никаких изменений. Состав в огне. Ломает всех. Самый легкий и неинтересный для меня турнир. 82 рейтинг у нас следующий. Здесь тоже никаких изменений. Ровно такой же состав. Я вот посмотрел новых игроков, новых информов и никто из них не достоин быть в основе этой команды. Турнир с рейтингом 85 у нас дальше. Тоже, по-моему, никаких изменений. Тоже очень легкий турнир. Особенно после того, как вы поставите Кристофера Нкунку. В прошлом выпуске я тоже его очень расхваливал. А так, турнир очень крутой. Переходим к следующему турниру с рейтингом 88, в котором у нас тоже нет никакого изменения. Тоже самый лучший состав на данный момент, который вообще возможен в игре. Ну, просто топ. Рейтинг 90 у нас следующим будет. Здесь тоже нет изменений. Очень крутой состав, которым надо просто разносить всех. Следующий турнир – это предпоследний с рейтингом 92. И вот здесь у нас есть одно очень крутое изменение. Даже два. Так, давайте вот сюда поставим какого-нибудь бронзового бразильца. Вот, Ривалдинио. Очень крутая фамилия у этого чувака. Роббен 96. Одна из самых лучших карточек в игре. СБЧМ, которая была доступна на прошлой неделе. Хотя и сейчас доступна. Просто вышла, точнее, да, на прошлой неделе. Кто не собрал, соберите его обязательно. Кто не может, ролик у меня на канале вам в помощь. И последний турнир. Рейтинг X. Тоже есть изменения. Теперь, наконец, я перешел в схему с тремя защитниками и с флангами. Потому что надо было, естественно, задействовать арена. В общем, здесь сразу, наверное, вопрос, почему здесь Карлос Альберто на ЦЗ, хотя есть тот же самый Канаваро, Борезин Неста и так далее. Ответ очень простой. Чтобы соперники думали, что это Тиаго Силва. Просто вот такой вот я решил кек устроить для соперников. Я уверен, все будут на это просто подкупаться. На этом, друзья, выпуск подходит к концу. Огромное вам спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал, а также поставить лайк. Ну а с вами был я, FlashGames. Всем всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok